Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Доброе утро всем! Благословенное доброе утро! И сегодня молюсь, благоставляю Бога Всемогущего, восхваляю Его и имею возможность выходить в прямой эфир. Благоставляю всех вас, друзья церковной реформации, дорогие друзья! Кто подключился, подключается. Пока не вижу, кто подключился, но кто-то уже есть в сети. Да, слава Богу! Аллилуйя! Завершается месяц август по гражданскому календарю. Завершается также месяц август по библейскому календарю. Аллилуйя! У меня здесь хлебушек. Да, я утро обычно начинаю с хлеба преломления. Это благочестивый, считаю, обычай. Вот, и проснулся, и сразу умом своим воспаряешь Господу. Сразу размышляешь о теле крови Господа Иисуса Христа. Преисполняешься благодарностью за спасение Господнее. Благодаришь Бога за все. Это самое восхитительное утро. Слава Богу, что имею возможность такую по утру вот так вот посвалять Бога. Благодарить, преломлять хлеб в простоте сердца, в евангельской такой простоте. Вот, и к этому вас призываю. Братья, сестры, верующие, разной конфессии, разной динаминации, разных ветвей христианства, многоветвистого древа такого, огромного многоветвистого древа. Есть ветви такие древние, большие такие, да, есть новые порсли, но все один ствол, одно древо. Это действительно Иисус Христос. Аллилуйя. Есть ветви, конечно, надломленные, есть ветви отпадшие, есть разные засохшие, засыхающие, есть зеленеющие, плавоносящие, всякие-всякие ветви. Много ветвей в христианстве сегодня. Порой даже на самом уже засохшем, уже даже сухая ветка валяется, а что-то зеленое из нее торчит, значит, там какие-то листочки такие тянутся к жизни. Слава Богу. А бывает и зеленеющая такая прекрасная ветвь, а там смотришь, какой-то сухой листочек попадается там, или веточка маленькая, отрасль. Поэтому здесь дело не в конфессии, динаминации, в первую очередь в самом человеке, в каждом из нас. Слава Господу. Олег, да. Приветствую. Слава Богу. Приветствую. Доброе утро, Сергей. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Слава Господу Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. И место из Писания, которое я обозначил здесь в начале самом «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Аминь. Это из как раз первосвященнической, как мы говорим об этом молитве, первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Да, вот 17 глава Евангелия от Иоанна, где как раз рассказывается о том, как Иисус молился, слова Его записаны и переживания. Вот, конечно, очень эмоциональная молитва, наверное, самая такая эмоциональная молитва Иисуса из всех записанных в Евангелиях. Вот, он как первосвященник молился и молится. Потрясающе. А молится почему еще? Потому что он и ныне первосвященник, и он молился не только тогда непосредственно за своих учеников, первых тех, наших старших братьев, сестер, да, а он молился за всех нас, за всех, кто уверует, по слову их написано, да, то есть за всех дальше уверовавших. Сколько поколений прошло уже, знаете ли, сколько народа? Миллионы, миллионы, миллиарды, и все Господь видел и видит. Вот, и тогда уже молился, и ныне молится, как написано, Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Ибо един Бог, это первое послание к Тимофею, вторая глава, пятым стихом и начало шестого стиха, я сейчас процитировал, Написано, ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Это свидетельство, это благовестие. Друзья, два тысячелетия уже провозглашается вера, сия апостольская, евангельская, христианская вера. Вот, и сегодня 27-е у нас августа, и поэтому у нас сегодня в церкви, в нашей Киевской архиепископии, такая непростая очень молитва, сегодня, завтра, вот, да, вот, особенно сегодня и завтра, да. Вчера тоже была, но я вчера как-то не оглашал об этом, в общем, в целом, в эфире молился. Хотя некоторые видео записанные я постараюсь выложить в сети, но уже достаточно, я и в прежние годы уже записывал, можете посмотреть о культе Богородицы, допустим, о многобожии вообще, в целом, если брать в как таковом, тоже я много записывал разных видео в семинарах, вот, и, но постараюсь сегодня и завтра тоже об этом говорить. Сегодня вечером и завтра вечером подключайтесь к семинару, посвященному как раз именно вот разоблачению этого культа Богородицы, и, в частности, многобожия, и вообще, в целом, многобожия. Вот, да, действительно, добротятся, народы все добротятся к Господу, Богу Всемогущему. Аллилуйя, как сказано здесь было Иисусом, сия же есть жизнь вечная, это есть жизнь вечная, жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога. Жизнь вечная знать единого истинного Бога и посланного им, кого? Иисуса Христа знать. Посланного Богом Иисуса Христа. Да, удивительно, братья и сестры, и, действительно, враг рода человеческого пытается сбить прицелы христианские, и, чтобы мы взирали не на начальника Господа Иисуса Христа, не на начальника веры, не на спасителей Господа нашего, а на что-то другое, на его маму, на его друзей апостолов, на кого угодно вообще. Когда, потому что мы свой взор уводим от Иисуса, то это, действительно, серьезная проблема. Шалом, драгоценные дети любви. Аминь. Аминь. Благодать и мир да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Вот, и поэтому, друзья, никогда не теряем христианский, братья и сестры. Пусть, действительно, в познании Бога, Господа Иисуса, пусть умножатся эта благодать. Аминь. Я вижу самым важнейшим средством умножения этой благодати рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Я это в своей жизни вижу христианской, и я поэтому об этом часто говорю и у себя в церкви, и в наших церквях, нашего братства, да, реформаторской и православной церкви Христа Спасителя, архиеписком, которой я являюсь. Но и вообще в гостях, когда бываю, в разных конфессиях, в разных деноминациях, тоже говорю об этом же. Почему? Потому что, действительно, всем нам верующим, да, необходимо вот это вот, это как панацея. Это как, действительно, лекарство всех болезней. Вот, это взирать на Господа, взирать на Иисуса Христа. Это самое прекрасное. Аллилуйя. Поэтому сегодня взойдем на Голгофу, мой брат, сестра, взойдем умом нашим, воспарим, вот, и возрим, возрим, да, возрим на того, кого распяли мы. Возрим на того, кто взял все наши грехи, наши немощи, наши болезни и ранами, кого мы исцелены. На Иисуса Христа, праведника, на Агнца Божьего, от века закланного. Аллилуйя. И который две тысячи лет назад пролил свою кровь, пролил свою божескую кровь ради нас. Ради нас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Аллилуйя. 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 Слава, 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 слава тебе, слава тебе, Господь. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед Ним, пойдем перед Ним. Аллилуйя. Взойдем на Голгофу, мой брат. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Кровь твоя святая была пролита на Голгофе, Боже. И сегодня, спустя почти два тысячелетия, мы вновь и вновь, снова и снова, паки и паки, мы обращаем свой взор к Голгофе, мы обращаем свой взор к тебе, Господь, умершему ради нас на Голгофском кресте и воскресшему для оправдания нашего. Слава тебе, Господь, благодарим тебя, Господь, и не перестану тебя, не перестану никогда тебя благодарить за кровь твою божественную, за спасение, за дар твой во Христе и Иисусе Господе моем. Слава тебе, Господь, слава тебе. Слава тебе, слава тебе, спаситель и скупитель рода человеческого, слава тебе, Господь, утешитель Дух Святой. Аллилуйя, 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 кей мащия, хаба, кей хаба, слава, 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 аллилуйя, 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 слава тебе, Господь, слава, 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 агнцу Божьему, слава, слава. За кровь святую благодарю Тебя, Господь, за то, что не золотом и веселебром, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, искупленным от суетной жизни, преданного от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за ту жизнь вечную. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, и сегодня, Боже, молю Тебя этим утренним часом, сейчас в этой утренней молитве. Боже, пусть Господь действительно миллионы и миллионы душ, христиан православных, католических, протестантских, Боже, отвратятся от всякого рода ересей и заблуждений, Боже, и обратятся в Тебе, Господь, сердца людские. Боже, да прославится имя Господа Иисуса Христа, Боже Всемогущий, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава, слава, слава Агнцу Божьему на престоле, слава, слава, аллилуйя. Аллилуйя. Да, сия же есть жизнь вечная. Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Жизнь вечная. Сейчас, совершая хлебопреломление, причастие, рассуждая о теле и крови Христа, мы как бы вновь и вновь еще глубже и глубже погружаемся в нашего Господа, в этот океан, безбрежный океан божественной любви. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, Бог Святой. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя и славлю Тебя, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава. Боже, пусть действительно падет всякий культ, всякий оккульт, всякий оккультизм религиозный, всякое заблуждение, это колдовство во имя Иисуса Христа. Боже, пусть миллионы душ очнутся от этого многовекового дурмана. Боже, Господь, как Ты в моей жизни совершил великое чудо. Господь, тогда, в 96-м году, когда я, будучи традиционным священником православным, Боже, прозрел Господь и освободился от этого культа. Боже Всемогущий, я благодарю Тебя за то, но прошу Тебя, Боже, паки и паки, снова и снова прошу Тебя. Боже, пусть, Господь, тысячи и тысячи священнослужителей, диаконов, священников, епископов, разного-разного священства, Боже, и монашеского, и белого духовенства, обратятся к Тебе. Боже, пусть возрят на Тебя, Господь, кого распинали мы грехами своими, Боже Всемогущий. Господь, ведь Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Твоими мы исцелены, Господь, слава Тебе. Пусть действительно, ведь Твое имя есть воскресенье, Твое имя есть жизнь, Боже, и пусть, Господь, в воскресенье и жизнь придет, Господь, Боже, слава Тебе. И в Церковь Православную, и во все ветви христианства, древние, новые, всякие ветви христианства, Боже, пусть имя Иисуса прославится. Господь, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за хлеб земной сейчас, за хлеб, который Ты дал нам из земли, Господь, вырастить, испечь, приготовить. Боже, это Ты дал, Господь, действительно, потому что и поливающий, и насаждающий ничто, а все Ты, Бог, взращивающий, дающий жизнь, и все. Тобой мы живем, и движемся, и существуем. Господь, благодарю Тебя за этот земной хлеб, это великое благо, Господь Боже. Боже, благодарю Тебя, Господь, что мы едим хлеб земной, но наипаче благодарю Тебя за хлеб небесный, за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа, спасителя Господа моего, слава Тебе, нашего целителя, освободителя, брата и друга нашего возлюбленного, аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе. Благодарю Тебя за лозу земную, Боже, плод виноградной лозы, благодарю Тебя, Господь. А наипаче благодарю Тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа, о великий виноградарь, Отец наш, виноградарь, Отец наш, виноградарь, благодарю Тебя за лозу земную и за лозу небесную. Благодарю Тебя за хлеб земной и за хлеб небесный Благодарю Тебя, Господь, за победу Твою Да, действительно, совершится это чудо В умах, в сердцах тысячи тысяч священнослужителей В сердцах и в умах миллионов и миллионов православных Господь, действительно, то, что совершил Ты в моей жизни Пусть совершится это, Господь, через кровь святую Твою Боже, по милости и благодати Твоей Да прославится имя Твое святое Да познают Тебя, Господь, миллионы душ православных Тебя, живого Бога, истинного, живого Бога, единого И посланного Тобою Иисуса Христа Да примут эту жизнь вечную Боже, пусть Господь во имя Иисуса Христа Повержен будет в опрах, в ничто Пусть идет в прошлое этот культ Богородицы Боже, пусть придет осознание Что действительно ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям Кроме данного Тобою Твое святое имя Иисус Христос Слава Тебе, Господь Пусть Божие обращаются не к Матери Иисуса Христа Не к Марии Не к другим умершим святым или к ангелам Но пусть обращаются к Тебе, Богу Святому Боже Святой А пусть всякое многобожие падет Во имя Иисуса Христа Пусть придет четкое осознание Что один лишь посредник есть к небесам Один ходатай, первосвященник, ходатай Нового Завета Никто, и это не Мария Это не апостолы, это не мученики, не преподобные При всем уважении к их светлой памяти Нет, никто из них Не способен даже на йоту приблизить небеса Или сойти с небес Нет, лишь один посредник ходатай Нового Завета Иисус Христос Ибо един Бог И един посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Предавший себя для искупления всех Слава Тебе, Господь Да возряд на Тебя народы все Да возряд на Тебя пронзившие Тебя Все человечество Да возряд на Тебя Потому что мы, все человечество Пронзили Тебя грехами своими Боже, но Ты пронзенный любовью, Господь На Голговском кресте Пронзенный любовью Слава Тебе Потому что Ты взошел сам на Голгов и на крест Никто не смог бы Тебя распять Аллилуйя Все армии мира, как ничто Потому что Ты, великий воитель Взошел на Голгов и на крест Чтобы дать нам искупление, исцеление, спасение Аллилуйя Тело Иисуса Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Аминь Братья, сестры Пейте, ешьте на здоровье Рассуждайте о теле крови Христа Иисуса Пейте, ешьте И пусть Господь благословит нас Сейчас Рассуждающих о теле и крови Христа Спасибо, Господь, спасибо Мы есть тело Твое Ты это я Я это ты Спасибо, Господь Аминь 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 Кровь Христа Тело Христа Аминь Аминь За жизнь мира Аминь 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 Братья, сестры Сегодня на протяжении дня И завтра Но особенно сегодня Мы совершаем хлебопреломление Я буду совершать его несколько раз Я так понимаю Не знаю точно Но мне кажется Несколько раз буду совершать даже Потому что Сегодня день брани День особенно брани На кону Судьба миллионов душ Слишком великая цена И мы за ценой не постоим Да Кровь Иисуса Христа Была пролита За спасение Всех и вся Во имя Иисуса Христа Сегодня воюем за каждую душу Из тысячи тысяч священнослужителей Разных патриархатов Канонических церквей Неганонических Второканонических Разных-разных Православных церквей И я прошу вас Братья и сестры Верующие Разной конфессии Разной динаминации Воите сегодня Воюйте за души людские Пусть Цепки лапы Окультизма Культа Богородицы И прочих культов Пусть многобожие Отпустит свои костлявые руки И пусть жизнь вечная Придет в судьбы Миллионов и миллионов душ Во имя Иисуса Христа Слава тебе Господь Благодарю тебя за кровь святую И победа наша Над дьяволом Над сатаной Словом свидетельства И кровью Агнца Божьего Кровью Иисуса Христа И словом свидетельства И сегодня я собираюсь Много причащаться И много свидетельствовать Свидетельствовать Об Иисусе Христе Свидетельствовать О том Что Бог сделал В моей жизни Слава тебе Господь Слава тебе Господь Аллилуйя Аллилуйя Олег пишет Да, православие Сейчас это Ересь Язычества Многобожие Длопоклонство Религии сатаны Ну любая религия И протестантская И православная И католическая Это все религия сатаны Собственно Вот Значит Поэтому Вот И ересей Конечно В любой конфессии Много И И православие И протестантизм И католицизм Сегодня это все Ересь И язычество И многобожий И оккультизм Просто Просто Брат В православии У нас Это выражается Очень ярко Выпукло Очень гротесно Открытая форма болезни Будем так говорить Значит В католицизме Это так Средне Частью Открытая форма болезни Частью Скрытая Форма болезни Западный Такой вариант Интересный Вот Значит Протестантизм Обычно это все Скрытая форма болезни То есть Но в принципе Недук один и тот же Многобожий Одно и то же Потому что И в протестантском мире Я в этом семинаре говорю тоже В семинарах своих Об этом рассказываю Вот Хотя я не имею Такого морального права Говорить о протестантах Потому что я не являлся Никогда членом Протестантской церкви Но Больше 20 лет Я уже общаюсь с протестантами Очень разными Наблюдаю Преподаю Проповедую В разных церквях Протестантских Баптистских Песятнических Харизматических Адвентистских Очень разных Методистских Кальвинистских Очень разных служений Лютеранских Классических Проповедуя Я наблюдаю Общаюсь конечно И делаю выводы Что в принципе Хрена резьки не слаще Одного поля Ягода Проблема одна и та же Во всем теле христианском Теле христовом И выход один и тот же Выход тот же самый Взирать на Иисуса Христа Сам Господь Иисус Христос Является нашим спасителем Для всех И для протестантов Он является спасением На сегодняшний день И для православных И для католиков Для всех Для всех Для всех Аминь Просто у протестантов Конечно ситуация намного лучше Так внешне выглядит Но копни Там тоже Вонять будет Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да пребудет Со всеми нами И нашими семьями Аминь Марина Да Роза пишет Доброе утро Дорогие друзья Аллилуйя Да друзья Поэтому я призываю Сегодня И завтра Вот Особенно сегодня Молитесь О пробуждении О воскресении Православия Если в протестантском мире Актуальная тема Пробуждения Духовного Потому что Такое Спящее состояние То для Для нас православных Бесполезно говорить О пробуждении Бесполезно Ну поздно пить боржоми Как говорится Как мертвому припарка Пробуждение нам Ну Хоть в лоб Хоть по лбу Это все Ничего Абсолютно Вот значит Поэтому нам нужно Воскресение Воскресение И как Лазаря Да Уже будить пришел Иисус И те думали Ученики Что он идет Будить От обычного сна Они думали Что Иисус говорит Про обычный сон Но на самом деле Иисус имел ввиду Не обычный сон А смертный сон Уже Вот и сегодня Православие На самом деле Смертным сном уснуло Таким Уже смердит Уже Вот Но У Бога Есть воскресение И жизнь Для нас Для всех Вот И я живу Этим Откровением Александр Пишет Да у протестантов Процветают Кумиры Не ну Есть скрытая форма Болезни Есть открытая форма Болезни Вот на другого Посмотришь Оно сразу видно Ну это Хвор Людмила Больной человек Вот Вот православие Такое Вот Почитание там Мощей Там Икон Крестов Прочие безумия Это все является Откровенными формами Оккультизма Язычества Бесовщины Вот Здесь все просто Знаете Человек элементарно Даже с улицы Возьми Прочитает Мил человек Библию И даже Хотя бы Раз прочитай Вот Хотя бы даже Новый завет Прочти И то уже Человек уразумеет Сразу Даже светский Со стороны человек Что здесь Просто мракобесие Да Что значит Почитание икон Крестов Мощей И прочая Молитва Богородица К другим Умершим святым Они бессмысленны Абсолютно Вообще Здесь все понятно Но Допустим В католицизме Так 50 на 50 Значит После второго Ватиканского Немного видоизменилась Эта Структура Вот Значит У протестантов Скрытая форма Как правило Болезни То есть Сверху вроде бы Все хорошо Внешность хороша Внешность хороша У нас-то Внешность уродлива Вот значит В православии А вот У протестантов Внешний Библейский Вроде все хорошо Внешне Но внутри Наполнено Хищение Всякой неправды Вот значит Это Ну никому не секрет Думаю тоже Опять-таки Вот значит И Идолопоклонство Идолослужение Есть Как вот правильно Александр написал Процветают Кумиры Любостяжание То же самое Любостяжание Является Формой Скрытой формой Этой болезни Этой же болезни Имя которой Идолопоклонство Вот Идолослужение Вот Или допустим Непослушание Слову Божьему Противление Слову Божьему Да вот При всем При том что Очень часто Там люди Библии трясут А реально Устами Говорят Господи Господи А сердце Далеко отстоит На самом деле Это для всех Для нас актуально Поэтому Что православный Что протестант Что католик Что неконфессиональная Церковь Я бывал И в таких церквях Тоже и бываю Неконфессиональных Нединамационных церквях Проблем Навалом везде Но выход один Для всех нас Это взирать На Иисуса Христа На начальника веры Гофи действительно Взял грехи всех нас Слава Иисусу Олег говорит Сам являюсь членом Баптистской церкви Мы только Богу поклоняемся И главный авторитет Его писания Никаких поклонений Иконам Многобожия Может мне с церквью Повезло Вот Ну Может вы еще просто Как бы Неглубоко копнули Вот значит Не Ну вот то что вас Сказали Да я говорю Внешние вещи Очень хорошие Да Я бы сам Баптист Пошел бы С удовольствием Но есть Против Есть Многие Противления Слову Божьему Очень многие На самом деле Вот Так что Друзья Выход один И Третья глава Иоанна Рассказывает нам О беседе С Никодимом Иисуса И Иисус Он Сказал Как Моисей Взирает Взирает на Медного Змея Изображение Нет Словом И Он Объявит И Лицо Свое На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 И по мере записи, я думаю, буду стараться выставлять эти видео уже здесь на канале Ютуба. Да, с Богом, друзья!